доброе утро мои дорогие зрители сейчас я вам показал одну из причин по которой я толком не могу уже на неделю записать звук музыку не получается потому что когда вот тут вот это строит объект опять очередной йоти строят вам очередной объект шедевр блин как говорится своего этого рыночного блин работают турбинки пилят металл короче сварка турбинки вот это визги несмотря на то что мой подъезд достаточно далеко все равно эти вопли перебивают местами ну у меня уже слух просто болел перебивают звук даже в моей комнате при приличной громкости но тем не менее я закинул закинул как и обещал до мили холидей правда одну сторону потому что вот такая вот висела погода уныло ужасная с дождем в общем с такой вот меланхолии и захотелось что-то солнечного и поэтому я вторую часть зарядил битлов с отличного диска дмм он видите где он уровень туч это вот вчера я показывал кто смотрел значит на бусте сюжет про поездку нашу вчерашнюю тот как бы понял да вот они тучи они всю ночь висятся вчерашнего вечера дождик идет вон уж налила то есть вот такие вот дела но может сегодня попробую может они сегодня уже вроде как видите напилили до построили может ничего там сверлить не будут хотя суббота как бы система работает так что поганить людям они пилят до 8 вечера практически то есть не дают людям просто отдохнуть не дают людям прийти в себя да и как бы система так вот и построена паразитически на откачку энергии на то что просто свалить из города потому что действительно свалишь там кроме клещей и машки с комарами никаких особо неприятностей нет а тут вот вот рычит видите перебивает просто и под окнами это вот выходные суббота это вся херня тут копают читать то есть это вот все раскопки не скончающиеся их уже две недели назад показаний все продолжаются вот такая вот фигня поэтому с другой стороны звук и музыка на ютубе подманом то есть я сейчас практически полу заблокирован то есть я не могу вести и стримы прямые трансляции сегодня мне просто отключали интернет вообще то есть ну вы в курсе да что идет форум и прочее бла-бла-бла хоть он идет в питере но интернет отключает видимо по списку гражданам которые как-то список нелояльности авторы попали да то есть вот мне не было сегодня просто тупо причем выхожу до утром интернета нет думаю мусор вынести да и спрошу думаю у стоящего мужичка смартфоном говорю как интернет есть есть все нормально то есть вот такие дела потом уже сходил к товарищу у него подсосал как говорится это прихожу обратно заработала короче поэтому вот такая вот реальность короче вот видите лужа это дождик прошел всего одну ночь вот двор уже не пройти никаких наводнений просто это вот цена благоустройством короче я участвую зигзагами потому что напрямую грязю к лужи уже не пройти короче у опять закапала надо за хлебушком сходить вот такие дела короче но у нас намечается все таки авантюрная поездка так сейчас я вентиляторы пройду расскажу вам некоторые перспективы чего будет на канале поскольку как говорится на сосать не получается на этот на квадрик да и вообще квадрики у незакона то значит мы решили старым добрым способом съемками с колес что увидел то снимаешь да что вижу о том пою в общем все таки мотануться кое-куда ну по прошлому году маршрут известный правда у нас возник казус какой что вы аккумуляторы садятся короче дальность хода уменьшается причем скажем так она уменьшение дальности для этого маршрута она практически катастрофическая то есть почти пять шесть километров уже как бы остаются под вопросом но это очень много это шесть километров это уже часа так полтора толкать аппарат еще есть вот по такой грязи так вообще приятного мало да это при наличии асфальта при отсутствии асфальта то вообще но тем не менее пока возможно я даже поеду и в одиночку да потому что таким образом я могу эту решить проблему пробега у меня там новый аккумулятор есть то есть он 15 километров минимум дает может даже и 18 возможность пройти но тем не менее и второе короче я еще покажу про китайские багажники у нас умер китайский багажник причем умер вообще фантастически отломался под самый корень сварки короче грузили на него порядка четырех с половиной килограмм то есть корзинка на нем стояла потом значит аккумулятор 2 килограмма но два с половиной может и и а спальный мешок полтора килограмма побольше может 5 килограмм ну тех 9 килограмм что было заявлено он вообще не выдержал но не выдержал даже 6 и отломался под корень просто как пивная банка значит несущая труба и вот мы сейчас не знаем что с ним делать потому что вроде как надо алюминий заваривать аргоном высокотехнологичный город найти аргонщика да еще блин цена заварки будет дороже чем стоит этот сам багажник да то есть рублей за 300 его не заваришь наверное ну я вот не ездил не узнавал времени не было сижу паял как бы при стоимости там час 1300 до 1400 багажника то есть в общем сами понимаете но вещь нужная потому что на нем габариты на нем все-таки небольшой грузик до аккумулятор то есть короче говоря такие вот приколы короче поэтому ну как бы я не удивляюсь той независший салате которая наверно тоже собрана из китайских запчастей на этом всемирном форуме не больше не меньше почему не вселенский экономических форм с рад назвали все галактически вот напоминает ей боже этого самого остапа бендера до межпланетный шахматный турнир вот но только что вместо него сюки не у петербург до санкт-петербург но в принципе то все одно и то же вот какие жесткие самокат это никакой подвески поэтому спасибо всем особенно удивительно что гребночь полез заводить еще один как говорится и мобилист спасибо всем кто зашел на бусте кто поддерживает канал как бы потому что благодаря вам собственно время есть возможность снимать достаточно большие сюжеты нет возможности их конечно отмонтировать добавить какие-то там новыми техническими средствами картинки красивые объемные но тем не менее продолжаем рассказывать продолжаем как говорится выживать продолжаем вот о нашей жизни поэтому заходите в общем на канал подписывайтесь ну и пишите побольше комментов потому что при отсутствии прямых трансляций без ваших комментов ну немножко непонятно да то есть лайки там ставят ну что народ хочет видеть или народ все знает понимает вот вчера ехали мы допустим встретили по встречке велосипедиста у нас скорость 40 велосипедист где-то 20 он что-то там махал руками кричал может быть это был мой подписчик канал или зритель поэтому привет ну как бы остановиться не могли потому что изрядно были голодные уставшие уже проехали много плюс еще рыбачили с 4 практически утра на ногах вот ну такая как бы путешествие есть такая короче стезя тоже не легко тоже устаешь короче говорят жрут комары клещи и поэтому как бы ломается техника вчера тоже слегонца там болт на м4 отвалился не выдержав кочек короче и пришлось тоже привязывать стопарь на это на шнурке ну весело поэтому как бы пишите чё видели чё слышали как говорится как вам ролики буду очень рад все до свидания короче ребята хотел более продолжительный снять фильм но видите погода короче все ливень переходящий в это самое поэтому бегу домой все как говорится других слов не скажешь просто вот покажу еще немножко в качестве как говорится этого по скриптума вот говны наши что благоустройство прет да распиливаются деньги на набережной все но вот ужасные улицы вот дождик который два дня идет не причем они не сильно такой как говорится местами ливень местами моросящий просто не пройти я сейчас пошел другой дорогой уже как бы это обойдя фиговица зигзагами и всем прочим блин дворами там вот вообще не пройти ведь и параши просто ну как говорится у нас люди с проклятой америке смотрят да люди с америки вам привет я верю что у вас тоже такие говны если наши говны гораздо круче в них абрамса застрянут и брэдли втонут блин поэтому подписывайтесь товарищи американцы я просто смотрел статистику кто смотрит канал и зарубежным подписчикам большой респект они смотрят в основном от минуты до 40 секунд но тем не менее может мало что понимают но тем не менее спасибо что обеспечивают трафик прочее прочее а это вот видите агенты газдепа пишут на трансформаторных будках наверно еще и дроны по ночам наводят держать за джойстик который там между ног стоячий такой джойстик ой ладно все короче а то черный юмор попрет уже совсем черный видите у любых говнах обязательно вишенка какая как вишенка на торте да в любых россиянских говнах вот вокруг говен должен стоять центре вот такой черный джип ну или подобный это не самый крутой еще вот без этого это не российские говны короче да сорока правильно говорю